Вот зачем вам теперь нужна ваша эта Forza Horizon 5? Хотели, Токио? Получайте! Здравствуйте! Это мод на GTA 5, который добавляет какой-то вот этот вот Expressway, типа Highway, в общем, с, как я понял, Assetto Corses. Там тоже это, по-моему, мод, карта, вот эта вот популярная, я думаю, вы не раз видели. И на самом деле, блин, я в шоке с того, как это всё смотрится. Это всё мод, это просто руками обычного какого-то человека. Ну, судя по тому, как это всё выглядит, необычного, но, типа, посмотрите, как всё реально красиво и аккуратно. Ну, типа, это прям реально вписывается как-то в GTA 5. Конечно, если придираться, то можно найти какие-то мелочи, но не хочется придираться, потому что, ну, блин, реально всё это красиво, и вы офигеете с масштабов. В общем, сейчас всё покажу. Я сегодня взлечу или как? В конце видео я покажу, как установить этот мод, потому что с установкой я сейчас намочился, чтобы ничего не крашилось. Я покажу, в общем-то, советую посмотреть, кто хочет. После установки нам нужно добраться до Палета Бэй, это вот тут вот деревня такая на окраине, за горой Чилиад, и лететь, в общем-то, на север. Мы берём любой, значит, самолёт и просто летим, и в солнечную погоду должно быть всё видно. Да, вон видно сразу же здание вот этой вот карты, и просто посмотрите на масштаб. Посмотрите, вот она, вот, видите, справа налево. Конечно, ну, не сильно из-за тумана видно, но вот посмотрим назад, да, какая карта. И здесь насколько огромная она. Конечно, она, ну, как бы плоская, да, то есть тут чисто с одной стороны в другую, как бы по объёмности, понятное дело, что не такая, но это мод, это просто мод. Вот, ну, чувак постарался, конечно, конкретно. Давайте куда-нибудь теперь приземлимся здесь. И тут есть аэропорт, на который можно приземлиться. Тут, помимо самого вот этого шоссе, есть ещё всякие штуки. Вот это места, я так понимаю, в которых мы не должны находиться. Ну, ладно, но мы в них находимся. Так, всё, наш рейс, значит, прибыл. Давайте от одного края карты до другого мы проедем сейчас. Так, вот здесь вот у нас, значит, вот этот вот экспресс-вэй начинается, а вот тут вот у нас есть вот такие вот всякие, в общем-то, штуки-дуки. Ну, типа, что такое штуки-дуки? Штуки-дуки это дороги в моём понимании, видимо-видимо, да. Короче, берём, естественно, что-нибудь крутое. К сожалению, почему-то нельзя мне спавнить или же ретро вот через этот меню тренер. Ну, в общем-то, обычную легию заспавним и поехали. Давайте ещё аутотюн, чтобы не париться. Вот так вот и погнали. Ну и, конечно же, поскольку мы как бы тут это, этого того, мы делаем, смотри, вот эту вот штуку вот чуть-чуть побольше. Хорспауэр, в принципе, тоже можно немножко побольше сделать. Ну, не сильно, давай на 15. Это не сильно повлияет. Итак, и машина должна у нас неплохо так дубасть. Правда, это ж аналог GTR, а GTR и для дрифта, ну, типа, конечно, смешно выглядит. Ну, ладно. Хотя такие билды строят, но он, по сути, здесь полноприводный. Привод мы никак с помощью этих тренеров не поменяем, так что, да. Итак, у нас здесь, типа, небольшие вот такие вот улицы. Дома. Ну, как бы, это место, я так понимаю, в котором мы не должны особо находиться, да. Здесь ничего такого нету. А вот на самом шоссе, ну, в принципе, вы видели вначале, я немного проехался. Вот тут это, конечно, триндец. Кстати, если кто знает разницу между вот хайвеем, там, шоссе, экспресс-вэем и, типа, как там еще есть? Хайвей, хайвей и как-то еще, короче, да, по-моему, есть название. Если кто знает, короче, разницу, то, типа, напишите в комментариях, интересно было бы знать, вот, поконкретнее. Не просто, знаете, типа, абстрактно, что там экспресс-вэй, это вот вроде как в Азии, я знаю. Ну, в Китае, там, Японии, да. Вот, хайвей, это как бы США, США, ну, да. Мы вообще должны, кстати говоря, по левой стороне дороги ехать, но я здесь не вижу пока что никакого... Хотя, ладно, я вижу, на самом деле, способ перебраться на левую сторону вот так вот. Все по правилам теперь. Так, дубасим. Ну, блин, давай от первого лица. Капец, капец просто. Еще знаете, что круто? Здесь как бы вот это все узенько, и за счет этого скорость, капец, как ощущается. То есть гораздо больше, чем на вот обычных хайваях в игре, да. Что здесь, что в Форзе, в принципе, тоже. Потому что там шоссе, они реально огромные, они широченные просто. И типа ты едешь, и по сути вот объекты относительно тебя, как вот эти вот фонарные столбы, не так сильно перемещаются. Поэтому скорость не так сильно чувствуется. Не знаю, зачем я притормаживаю. Привык, видимо, к всяким там Форзам. В GTA V-то на это похер. Тут можно на полной скорости все эти повороты проходить. Они не такие уж и крутые. Ого, смотри как! Ля! Да, естественно, да, ссылки я постараюсь на все оставить в описании. Но на всякий случай перепроверьте. В любом случае, в конце видео я все покажу, расскажу. Да. И автор обязательно... Ну, если вы хотите тоже видео какое-нибудь записать или что-нибудь там такое, автор попросил, в общем-то, его упомянуть. Мод этот опубликован был недавно, три дня назад. Я не смотрел особо автора. Типа мне просто понравилось. Я пытался установить его. Вот. Ну, возможно, это его первая работа. Поэтому, ну, оставите на него ссылку, если будете тоже какой-то контент дубасить. В общем-то, как я понял, это что-то новенькое такое, свеженькое. Блин, ну, оно реально выглядит капец как. Причем, знаете, это круто то, что он тоже не добавлял особо тут лишних каких-то деталей. То есть, то, на что мы обращаем внимание. Как, в принципе, игры и делаются. То есть, мы вот отсюда не видим, например, то, что вот здесь у нас ничего нету, да? И оно нам и не надо. Потому что оно лишний раз будет нагружать систему. Вот. Короче, чел. Чел шарит. Вот. Типа, молодец. Хотя, в принципе, все мододелы, наверное, так бы делали. Потому что, ну, все мододелы, раз уж до этого дошли, должны понимать. Вот. И к чему я это все говорю? Да к тому, что, блин, несмотря на то, что вот тут вот деталей никаких нету, и, по сути, это все просто модельки зданий расставленные, расставленные, оно все равно как-то чувствуется. Ну, вот когда в стороны смотришь, типа, не так уж и мало детализировано. То есть, оно реально ощущается, как будто тут полноценная карта, блин. Которая вот реально вписанная, которая самими роками была разработана. Вот. Роками. Такое понтовое слово. Не знаю, почему я его применил в своем вот этом вот предложении, но применил и применил. И, в общем-то, мы приезжаем к аэропорту. Про этот аэропорт я говорил. Боинги. Я почему-то думал, что на них можно сесть, но, судя по всему, нельзя. Вот. Ну, короче, кстати, интересно, больше они, чем Боинги, которые есть в игре или нет. Давай проверим. Подожди-ка. Правда, блин, моя Элегия пропадет. Ну-ка, стоп. Я хочу просто спортивный интерес. Так. Плейнс. Где тут они? Планес. И как там этот Боинг называется самый-самый крутой? Не знаю вообще, но сейчас узнаю. Пассажирский самолет. Судя по всему, это он. И он, в принципе, по размерам практически как и вот этот. А, нет. Грузовой самолет есть, который еще больше. Да, так что, блин, нифига себе. Ну, и не страшно, в принципе, тогда, что на эти штуки нельзя садиться. Короче, давайте теперь попробуем на самолете проехаться по этому шоссе. Ладно, на самом деле шутка. Но тут, в принципе, как я понял, уже оно заканчивается. А нет, не совсем. Ну, хотя да. Тут дальше у нас что идет? Смотри, еще какая-то дорога. А, я подумал, она тоже детализирована. Ну, ладно, нет. Вот, блин, капец. И заправочка какая-то или что это? Это нет, это не заправочка. Это, судя по всему, пункт оплаты какой-то, да? Заправочка, блин. Придумал, конечно. В общем, вот тут вот мы едем-едем вот так вот до конца. Даже таблички повесил. Блин, капец, как круто было бы на самом деле увидеть Японию. Я хоть и не фанат, и я особо вот не понимал, когда вот именно Форза только выходила. Я не понимал вот этого ажиотажа, что все люди хотели, блин, увидеть Японию. Странная, кстати, развязка, да? Типа такая чисто покров... А, почему странная? Не странная, блин, здесь же дороги. Я просто не заметил то, что тут съезд на вот эти дороги. Я подумал, это чисто такое овалом идет, типа разворот. Вот. Ну, короче, я не понимал вот этого всего прикола, почему все хотят видеть Японию. Но, знаете, когда я попробовал всякие... Блядь, тихо-тихо-тихо. Когда я попробовал все эти моды, карты на Форзу, которые выходили, вот это вот здесь в GTA 5. Ну, типа, не знаю, мне кажется, реально в автомобильной игре какой-нибудь... Ну, в GTA я не уверен, честно говоря, что там будет кайф. Потому что есть, например, Sleeping Dogs. GTA, вот она GTA, потому что, блин, ей подходит вот эта вся фигня американцев. Вот. И, в общем-то, тут как бы пускай так и будет. А вот с Форзой, конечно, было бы круто. Правда, с ландшафтом там постараться бы пришлось. Потому что Форза это такая открытая игра. А там в Японии... Не знаю, как дела обстоят со всякими полями и прочим. Вот этим вот. Ну, короче, давайте переходим к установке. И, блин, все сейчас повырубают видео, потому что это никто не смотрит. Ну, а я все-таки, ладно, покажу для пары вот этих человек. По херу статистику видео. Но надо же показать, потому что тут реально жопа с установкой. Итак, нам понадобится, короче, мод, OpenIV, Script Hook, No Boundary Limits и любой тренер. Ну, тут на ваше желание. Либо можете сами вручную лодку искать в игре и, в общем-то, по ней там, на ней плыть. В общем, переходите по ссылке, которая будет в описании. Script Hook 5. Вот тут вот жмете Download. Download вот эту вот подсвечиваемую кнопку. После того, как она, вот этот вот он, точнее, Script Hook у вас скачался, вы переносите файлы Script Hook 5 и D-input 8.dll в папку с установленной игрой GTA 5. Это не папка с установленной игрой, это у меня папка, блин, с моими видео. Подожди. В общем, находите, значит, путь к своей папке с игрой GTA 5. Просто вот сюда вот эти файлы берете, скидываете. У меня они уже сюда скинуты. Поэтому я этого повторно делать не буду. Затем нам нужен OpenIV. Это такая специальная программа для того, чтобы залазить в файлы этой игры смешной и веселой. В общем, тоже скачиваете, устанавливаете это все дело. И после того, как вы открыли, вы должны выбрать там путь к самой игре GTA 5. В общем, когда вы все вот это вот сделаете, там по инструкции, в принципе, оно все интуитивно понятно. Вы жмете кнопку редактирования, да. Далее переходите в инструменты и оси менеджер. Вот тут вот кнопочка инструмента, оси менеджер. И устанавливаете верхние два. Оси лодер и OpenIV.asi. Закрываем. Оси, оси, оси или оси. Сейчас опять будут вот эти вот понты у меня в комментариях по поводу ударения. То моды, то моды. Кстати, да, извините, у меня просто я всю жизнь так выражаюсь. Моды, а не моды. А как правильно? Подожди, моды. А, не, я говорю моды, а не моды. Или я говорю моды? Похуй. В общем, далее мы устанавливаем, ну, тренер. Тренер, конечно же, вот этот вот. Тоже, в общем-то, тут уже все предельно просто. С самого охуенного сайта с модами мы скачиваем вот это вот. После того, как скачали, блядь. После того, как скачали, меню оси и меню став переносите в папку с игрой тоже. И если вам нужно изменить кнопку открытия тренера, это так, просто для общего развития. Вы заходите в меню став, меню конфиг, открываете с помощью блокнода либо варпада. Здесь Ctrl-F, короче, вводите кей на английском. Типа ключ, кнопка. В общем, листаете вниз, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, восемь раз. И вот здесь у вас дефолт кей из F8, 119. В общем-то, тут есть ссылочка вот такая замечательная. Вы можете по ней перейти. В общем-то, тут у нас коды кнопок. Я, например, поставил на F4, потому что это удобнее. Это 115-й код. То есть вы сюда просто вводите число, которое вам нужно. Потому что изначально на F8, ну, как по мне, не очень удобно. Вот. Ну и после чего, в общем-то, вы просто тут меняете вот на 115. Типа, сохраняете файл и, короче, идете... Ай, ну, что вы там обычно идете делать, не знаю. Далее мы скачиваем NoBan... В общем, вот этот вот, вот, вот. С помощью него вы можете летать в космос. Вот, и все, в принципе. Ну, он нужен. Написано то, что он нужен. Вы его тоже скачиваете с этого замечательного сайта. Ну и после того, как скачали, что тут у нас написано? Просто сдропните, в общем-то, вот это все в вашу игру. В папку с игрой. То есть то же самое. Просто перекидывайте в папку с установленной игрой. Вот так вот, корневую папку. Ну и напоследок, естественно, сам мод. Тоже мы переходим на вот эту вот страницу. Вот. Благодарю, значит, вот этого человека, который его создал. My main tag is based beans and rice or based and the srp discord. Короче, я попробую вот это вот написать в комментариях, чтобы... Ну, в любом случае, в общем, ссылка будет. Вы тоже это скачивайте. Но здесь написано то, что нужен геймконфиг. И прошу обратить внимание. У меня без геймконфига это заработало. Потому что у меня старая... У меня самая новая версия игры. А для новой версии игры, вот это самое такое, из-за чего у меня крашилось, нету геймконфига просто. 26-28. Я искал, то есть даже в гугле, в общем-то, не нашел. Если кто найдет, скиньте. Ну, у меня без геймконфига тупо вот сработало, вот так вот. Вот, в общем-то. 26-12. Самый вот этот вот, самый, типа, крутой, который здесь есть. Типа, последние версии тоже, если я вон загуглю, точнее, это обдубашу. Последние что? Хотя, смотри, какой-то, блин, есть. Типа, не знаю. В общем, у меня без геймконфига заработало, потому что... Я вот этот самый популярный пытался скачивать. Там для разных версий было, но ни для одной не заработало. Итак, если у вас старая версия игры, пиратская, то можете попробовать скачать вот эту вот штуку. То есть просто пишите тоже на этом сайте геймконфиг. Смотрите, есть ли здесь ваша версия. Версия пишется в правом нижнем углу, когда вы загружаете игру. Вот. Каким образом, значит, это все делается? Вы открываете OpenIV, и вам нужно создать папку mods. Когда вы будете через AsiManager устанавливать OpenIV, мне это, блядь, по-хорошему надо было сразу сказать, ну извините, тут спросите, понадобам папка mods или не надо. Вы должны сказать, что надо. Если сказали, что не надо, то попробуйте удалить и установить заново, и тогда сказать уже, что надо. Вот. Значит, после этого вы должны... Что сделать? Значится в архиве с этим модом два файла. Для синглплеера, для 5.5.m. Это мультиплеер для пираток какой-то, я так понимаю. А может, не для пираток. Ну, короче, вы берете, просто скидываете для начала в папку саму update.x64 файл. Вот. То есть здесь у нас просто dlc-packs и dlc-rpf вот этого вот всего. И далее вы... Вам нужно в update.rpf добавить... Update.rpf уже не надо не скидывать, потому что здесь просто текстовый документ в конечном итоге. Update.rpf вам нужно добавить каким образом? Значит, вы открываете просто папку update в самой этой... Не в папке mods. Update.rpf, и у вас, скорее всего, здесь сначала папки этой не будет. Вы жмете update.rpf и показать в папке mods. То есть правой кнопкой и показать в папке mods. После этого она у вас тут появится. Да. И после этого, получается, вы уже скидываете x64, вот. И вот это вот все. Ну и, значит, за тем, как у вас update.rpf это появилось, только не советую скидывать x64 саму вот эту вот всю папку в папку mods, потому что она весит 40, по-моему, гигабайт. Так что, ну, типа, вот. Значит, вот тут вот мы в архиве с модом переходим в update.rpf, common.data и вот этот вот текстовый документ открываем. Копируем то, что у нас здесь. Далее идем в папке mods, в update.rpf, common.data точно так же. И вот тут у нас внизу есть dlc.list.xml. Открываем, включаем редактирование. Ну, я уже показывал вот это вот, просто жмете сюда, да. Правой кнопкой мыши это обязательно редактировать, потому что двумя кликами оно тогда не редактируется. И здесь, ну, в конце у вас изначально будет как бы вот так. Вы просто жмете вот сюда, enter и вставляете. Вот. И здесь нужно один бэкспейс нажать. Ну, я так делаю на всякий случай, может быть, оно без этого работает, но я всю жизнь вот так вот делал, когда моды устанавливал, чтобы оно ровненько все было. Типа, не знаю, работает это так или нет, ну, типа, в любом случае. И все, жмете сохранить. Все. В принципе, после этого у вас все должно заработать. Вот. Да. Наверное, никто даже, блядь, и не посмотрел, то, как я, блядь, 8 минут целых записывал. Ебаный урод. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.